Следствие в плену у ФСБ. Война двух силовых ведомств началась еще в 2016-м. Тогда Федеральная служба безопасности провела первую невиданную по масштабам антикоррупционную операцию в Следственном комитете. Все касалось дела Шакро Молодого, вора в законе по имени Захарий Калашов. Это один из самых влиятельных людей бандитского мира России. По подозрению в получении взятки тогда были задержаны, а затем арестованы начальник Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета Михаил Максименко, считающийся человеком из ближайшего окружения главы комитета Александра Бастрыкина, руководитель управления собственной безопасности ведомства Александр Ламонов и первый замначальника Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Денис Никандров, ранее работавший следователем лично при Бастрыкине. Сперва именно Никандров был ключевой фигурой в деле со стороны СК. Имя его начальника Александра Дрыманова в материалах не фигурировало. Больше того, вскоре после арестов в ведомстве сам Дрыманов ставил вопрос о своем служебном соответствии и его оставили на работе. Все это время чекисты искали компромат на него, как писала газета «Коммерсант». Обыски велись по всем адресам, где живет или жил когда-то главный следователь Москвы. В надежде найти хоть что-то незаконное использовали спецаппаратуру, буквально просвечивали пол, стены, мебель. Однако ничего компрометирующего Александра Дрыманова у них не появилось. Появилось позже. На главного следователя дал показания один из фигурантов большого дела Шакро. Схема довольно запутанная. Один из его ключевых эпизодов – история про взятку, которую вымогали воры в законе у хозяйки ресторана «Элементс» Жанны Ким, закончившейся перестрелкой со смертельным исходом, с чего, собственно, и началось большое дело силовиков. Вымогателем физически был приближенный Шакро – вор-итальянец или Андрей Кочуйков. Когда его посадили в СИЗО, друзья по преступному миру предложили взятку следователям за то, чтобы Кочуйков вышел на свободу. Пообещали помочь, собственно, все те же по цепочке – Максименко, Ламонов и Некандров. Согласие непосредственного начальника главы комитета по Москве Дрыманова. Сам он обвинение отрицает, в деле по-прежнему проходит свидетелем. Но появление его в материалах говорит о скором конце войны за Следственный комитет и фактическом проигрыше его председателя Александра Бастрыкина. Информация о том, что Бастрыкина вот-вот отправят в отставку, появляется регулярно. Сперва говорили, что это случится после парламентских выборов, но уже прошло с тех пор почти полтора года. Сейчас, что глава Следственного комитета уйдет после выборов президента весной, но все-таки уйдет. Тут же перестанет существовать в нынешнем виде и сам Следственный комитет как таковой. Не отрицает скорого конца и сам Бастрыкин. В январе в телеграм-канале Мэш появилось видео лекции Бастрыкина перед студентами. В празднике мало кто из СМИ обратил внимание на то выступление. Да и в официальных выпусках новостей о нем не говорили. Меж тем вот, что рассказал студентам глава СК. Есть такая тенденция, желание вернуть все на круги своя. Вообще-то это коротко, более широко. В последнее время обсуждается реформирование следствия вот в каких аспектах. Первое, то, о чем вы сказали. Вернуть обратно все в уловно прокуратуры. Дальше предлагается вариант создания некого института судебного следователя, как это было после реформы 1864 года и даже следственного судей, как это есть во Франции. На Лубянке не впервые затевают и выигрывают войны с конкурирующими силовиками. Так, нынешняя история противостояния больше всего похожа на старое дело об убийстве Наждановской, далекого уже 81-го года. Тогда сотрудник КГБ стал жертвой пьяных милиционеров. В результате, воспользовавшись этим поводом, в КГБ провели масштабную атаку на давно раздражавшие чекистов Министерство внутренних дел. В результате чего все закончилось полным разгромом конкурирующего ведомства.